В простонародье называется духовка. Здравствуйте! Вы на канале Урал Спецтранс. Автомобильный завод Урал и компания Урал Спецтранс не стоят на месте, постоянно развиваются, расширяя модельный ряд Урал Некстов. И в дальнейшем мы будем вам рассказывать о всех новинках на шасси Урал Некст. Давайте посмотрим на новую вахту автомобильного завода Урал. В первую очередь это кабина новая Урал Некст. Основу свою она получила, основной кокон это Газель Некст, а передняя часть оперения тоже уникально сделана именно для автомобиля Урал. Ну как? Ну, скажем так, внешний вид и торпеда это уже, по сути, современный автомобиль. Если сравнивать с нашими Жигулями, даже, я бы сказал, шагнули дальше. Вот. Ну, стало свободнее. В вахте задняя стенка без стекла, собственно, да и в грузовой машине зеркало заднего вида реализовывать смысла нету, потому что ничего не будет видно из-за навески. Здесь установлена видеокамера, которая дает картинку из вахтового салона. То есть, в принципе, сюда можно поставить еще видеокамеру, которая будет транслировать задний ход. То есть, для удобства парковки. По-моему, это вахта на 28 человек. На 28, да. Можно посчитать. Да. Ну, красота просто. Не, мне нравится, правда, дизайн очень красивый. Как она покажет себя в деле, это время? Сейчас все хотят сделать вахтовку какие-нибудь со специальной комплектацией. Там, все это мы можем. Компания Уралспедстранс любое выполнит желание. Из специальных комплектаций основные вопросы идут, ну, клиенты просят установку кондиционера. То есть, кто, скажем так, ценит своих работников. Кондиционеры ставим и в салон, и в кабину водителя. Плюс есть опции по сиденьям различным. То есть, вот, то, что мы видели, это самый простой вариант. Надежные, крепкие сиденья. Есть сиденья с откидными спинками, значит, с тканевым салоном, со столиками для еды. Ну, то есть, собственно, по комфорту отличаются. Были у нас заказчики, которые нам заказывали телевизоры с салон. Ну, то есть, это все, собственно, можно установить. Делали еще мы вахтовые автомобили со специальным грузовым отсеком для того, чтобы вещи ехали отдельно. И в данной машине не было полочек верхних для укладки вещей. То есть, тоже... Как в самолете, да? Да, ну, как в самолете, как, допустим, в автомобиле, там, в автобусе Икарус, там, в Междугородних. То есть, верхней полочке для укладки таких полочек. Ну, с правой стороны здесь ящик, зип так называемый. То есть, водитель складывает туда всякие вещи, которые ему же там домкрат может положить, гаечные ключи, еще что-то. Таких... Это в простонародье называется духовка. Вот, прозвали так, потому что она напоминает чем-то духовку, ну, обычной русской печки современной. Ну, таких духовок может быть несколько. На сегодняшний день на завод устанавливает двигатели, значит, ЕМЗ на все свои машины. Есть модель ЕМЗ-65654. Это V-образный двигатель, шестицилиндровый. И устанавливает двигатель ЕМЗ-536. Значит, в чем особенность двигателя ЕМЗ-536? Это современный двигатель, рядная шестерка. Его особенность в том, что он, как сейчас принято выражаться, чипуется. То есть, он выпускается в трех вариантах мощности. 240 лошадей, 285 и 312. То есть, при этом все основные детали, металлические, мы имеем в виду, компонентная база одинаковая. То есть, отличается только прошивкой. Ну, и в соответствии, из-за того, что разная мощность, двигатели комплектуются разными коробками передач. Самый мощный двигатель 312 лошадей, он комплектуется коробкой немецкого концерна ZF-9. В соответствии с современными требованиями безопасности дорожного движения, автомобиль, перевозящий людей, автобус, он не должен иметь фаркоп. То есть, он не может транспортировать прицеп. То есть, в связи с этим, здесь используется просто серьга, которая позволяет, скажем так, вытащить машину, если она где-то застряла. Вот, либо дернуть кого-то на трассе. Но, значит, полноценный автомобиль и прицеп она перевозить не может. Еще сзади здесь крепится запасное колесо. Опускание, подъем за счет лебедки. Лебедка находится сбоку, с правой стороны. Ну, то есть, конструкция, в принципе, надежная и простая. Вахтовый салон, он получил некоторые изменения, но в основном это тот салон, который был и на старых автомобилях. То есть, по большому счету, данная машина, она знаменательна не самим салоном, а кабиной. Ну, лесенка удобно обкидываемая. Вот видеокамера, которая транслирует все-таки только изображение. А переговорное устройство вот с другой стороны. Да, это, наверное, у нас стекло. Сюда бы терроризор вписался очень здорово. Салон, он особым комфортом отличаться не должен. Это все-таки не рейсовый автобус междугородний. То есть, здесь должно быть все надежно и крепко. Поскольку люди здесь ездят на вафпу, они ездят с баулами, со своими свечами. Ну, иногда бывает не всегда в чистой одежде. Поскольку их возят на работу, сработают. То есть, первое требование, здесь должно быть все надежно и крепко, и легко мыться. Отделка здесь сделана в ламинированном ДСП. Из недостатков можно отметить, что конденсат, который возникает, он со временем, ну... Сдувается, да, это все? Да, происходит сдутие. Вопрос экономический. Ясно. Сегодня клиент просит сделать дешевле. Вот, завод пошел по такому пути. Ну, ремни безопасности для... Как бы, соответствует требованию сегодняшней шторки. Аварийный? Аварийный выход второй. Да, присутствует. Печка. Вот, автомобильная печка. А, да. Как, кстати, отопление? Реализовано отопление здесь следующим образом. То есть, есть печка в передней части, которая работает от системы охлаждения двигателя от Тасола. И стоит, как бы, резервная печка, которая жгет солярку и греет воздух. То есть, это так называемый Вебаста. Либо ставится установка наша отечественная типа Планар. Ну, в данном случае, я вот не пойму, что здесь стоит. Эмблем нету. На Планар не похоже. Склонен, да, подозревать, что в данном случае стоит Вебаста. Эта вахта сделана по классической схеме. То есть, это каркасная схема. Каркасную схему используют все мировые производители автобусов. То есть, что она подразумевает? То есть, изготавливается сначала пространственный каркас из металлической трубы прямоугольного сечения или квадратного, который обрабатывается антикоррозийным покрытием и потом облицовывается снаружи листом. В данном случае, значит, заводская вахта, они шагнули в этом направлении, они облицовывают оцинкованным листом. Срок службы такого салона, он выше, чем салона, выполненного обычным черным листом. Чем хороша вахта с пространственным каркасом? То есть, она лучше воспринимает нагрузки. И, собственно, поэтому все мировые производители делают именно так. Почему про это рассказываю? Потому что сейчас наблюдается тенденция изготовления вахтовых автомобилей с сэндвич-панелей. То есть, их рекламируют. У них есть свои преимущества, они теплее, безусловно. Они лучше воспринимают, скажем так, коррозионно-стойкие, потому что там, по большому счету, ржаветь нечем. Но с точки зрения безопасности, я бы побоялся в такой вахте возить себя, скажем, самому ездить, возить свою семью, своих близких, да и вообще людей. Урал Спецтранс компания использует стеклопакеты, которые вставляются на специальных резиновых уплотнителях. Преимущество в чем? То есть, поскольку это автомобиль-вездеход, так или иначе, крутящие нагрузки передаются на сам конкас вахты. И если, допустим, такое стекло при резких нагрузках может лопнуть из-за вредного контакта, то стеклопакет, который установлен на резиновых уплотнениях, то есть там есть свобода хода. Пол вот мягкий, вот я иду, вот мне мягко. Ну, здесь пол мягкий, кстати, по причине того, что здесь под резиновым покрытием используется войлок в качестве утепления. Это, кстати, вопрос спорный. То есть, с одной стороны, да, здесь тепло от этого будет, но с другой точки зрения, то есть покрытие за счет этого мягкое, мягкое, и вот насколько оно долго проживет, не выширкает ее подошвами и не порвется, а тут спорно. Мы, допустим, в своей конструкции используем в качестве утеплителя экструзионный пенополистирол, снаружи на него ложится фанера, и на фанеру приклеивается уже жесткий автомобильный линолеум, он называется автолин. Там, то есть, такого не будет. То есть, с точки зрения тепла у нас, ну, будет гораздо теплее, но с точки зрения износа стойкости, на, скажем так, порядок выше. Про вахту мы все рассказали, в кабине посидели, в салоне посидели. Рассказали. До новых встреч. Да, подписывайтесь на наш канал, пишите свои вопросы, будем отвечать. Субтитры сделал DimaTorzok